Да, давайте в двух словах расскажу, то есть звание из федеральной сети пиццерий помодора, это пиццерии разных форматов, от доставки до большого ресторана. У нас уже более 120 партнеров, как в России, так и за рубежом, и все они показывают стабильный пассивный доход, в связи с чем мы продолжаем расширяться по разным регионам и городам. С вами вы откуда, из Мурманска получается? Да, из Мурманска. Здорово, тогда давайте более подробно про нашу сеть расскажу, то есть, как я сказал, это пиццерия разных форматов, вот мы являемся франшизой полного цикла, то есть бизнес вам полностью под ключ запускаем, помогаем нами персонал, обучаем сотрудников, конечно же, подбираем грамотную локацию с выгодным договором аренды и, само собой, несем ответственность за технологические карты по приготовлению пиццы и маркетинговую часть. Ну, я думаю, вы, в принципе, согласны с тем, что в данном бизнесе самое главное, это узнаваемый бренд, вкусная пицца и, конечно же, грамотная локация. Ну, это вы хотите сразу от меня уже консультацию получить? Нет, ну, просто хотел узнать, насколько вы разбираться, я думаю, то есть, вы же, в принципе, подобный бизнес рассматривали. Прям подобный? Ну, имеется в виду, просто, ну, бизнесом же интересовались. Ну, у меня вот предложили, предлагали алкогольное мороженое, предлагали клиринговые какие-то услуги, что-то там еще. Я уже просто забыл. Принцип один и тот же. Ну, я с вами согласен, бизнес это плюс-минус одно и то же. Самое главное понять, что действительно приносит доход, что нет, вот, именно поэтому я предлагаю наш направление. А как понять? Ну, как это обычно происходит? Человек изучает бизнес, смотрит, как бизнес-взеля работает, действующих партнеров. Вот у нас, как я и сказал, уже более 120 действующих партнеров, и все они показывают стабильный пассивный доход. Сможете лично посмотреть, все время ознакомиться. А для Мурманска ближайший, кто тут у вас? Кто есть? Мурманский, может, кто-нибудь есть, партнер ваш? Именно конкретно у вас нет, поэтому я вам и позвонил, вот, но в целом в соседних городах, если у нас есть что, спокойно сможете даже лично, если захотите съездить, посмотреть. Назовите ближайший от Мурманска, кто? Кто? Слушайте, сейчас, одну секундочку, посмотрю. Вот, насколько помню, в Мурманске, возможно, даже открылся партнер. Вот, сейчас скажу, на Свердлова 47, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим, подождите. Ну-ка. Так, Свердлова 47? Да, да, да. Что там у нас находится? Ну, пиццерия наша, по крайней мере. Пиццерия, сейчас оглянем. Так, Магнит Косметикс, тут я вижу. Так, что в этом здании есть? Так, почта есть, УФНС есть, Магнит Косметикс, Магазин алкогольных напитков Пятница, Сбербанк России, все. Ну, вот, я, по крайней мере, здесь в базе тут показывают, по крайней мере. Ну, обычно, те, кто бизнесом занимаются, стараются в Яндекс.Карте выложить о себе информацию, первым делом тут регистрируются, и тут, видите, нету. Ну, смотрите, ну, сами сможете ввести даже в интернете, абсолютно спокойно. Хорошо, как называется пиццерия? Помодора Роял, как я и говорю. По-мо-до-ро. Дальше. Ро-я-л. Ро-я-л-д. Или как там окончание? Ро-я-л, мягкий знак, да? Ро-я-л, ро-я-л просто, на английском. Ага, сразу выдает, больше не работает. Так, щелкнем. Ро-модоро Ро-я-л, Свердлова 47, больше не работает. Даже телефончик есть. Ага, да, вот, да, кстати, 47, да, ну, вот написано закрыто, больше не работает. Все, ля-у-лю. Сейчас почитаем отзывы. Три отзыва есть. Угу, давайте посмотрим. Таня фикарно готовит пиццу. Угу. Наверное, Таня и написала. Так, пицца вкусная, цены нормальные. Ну, ладно, вкусно и быстро. Значит, самая последняя от 19-го года, 24-го января. Это там, где Таня шикарно готовит пиццу. От 17-го года, значит, пицца вкусная, цены нормальные. Ну и, соответственно, от 18-го года, 19-го августа вкусно и быстро. Что там по пакхе говорит, что ваш бизнес, ну, ваш этот партнер обанкротился, не? Ну, такое, это нормально такое бывает. Абсолютно нормально, вы так не считаете? Ну, вы им компенсировали их вложения? Слушайте, конечно. То есть, сейчас я даже посмотрю, кто это был. И, соответственно, сами сможете потом посмотреть. Слушайте, давайте время друг друга не тратить. Вам, в принципе, такое направление интересно было бы изучить? Так, а мы сейчас как раз по существу разговариваем. Мы же изучаем. Мы изучаем вообще это направление, перспективу. А мы изучаем как раз таки как, давайте расскажу. То есть, вы сами понимаете, что я задел телемаркетинг, звоню, и вы уже более подробно изучаете с экспертом наше направление. А как раз таки, если вам интересно, я могу эксперта вас перевести. Вот, поэтому я уточняю, вот вы такое направление для себя изучили, более детально рассмотрели бы его для себя? Ну, я говорю, если это работает, если бизнес приносит деньги, почему бы нет? Тогда смотрите, я буквально два вопроса уточню. С вами уже завтра в удобное время с вашей экспертом. Давайте я угадаю ваши вопросы. Ну, я уверен, что вы их изучили. Да, вопроса. Это абсолютно нормально. Дра, вопроса. Деньги есть, готов вложить хоть завтра, ну, там, в течение месяца, как вы обычно спрашиваете. Угадал? Ну, нет, ну, понятное дело, да, что вопрос стандартный. Но вы же понимаете, для чего это уточняется? Ну, понимаю. Вот, ну, так что в целом, как, ну, действительно, вот, вы же не знаете, сколько у нас вложений идут? Ну, давайте угадаю. Угу, давайте. Ну, допустим, миллион, миллион двести. Угадал? Ну, в среднем, да. В среднем, да, миллион, как подъемная для вас сумма. Ну, я же вам говорю, значит, да? Хорошо. Тогда смотрите, хотел бы, ну, узнать, ну, в целом, ну, вот, действительно вам наше направление интересное, или вы так же просто... Мне надо что-то, не знаю, как-то доказать, там, зуб дать, там, станцевать, что нужно сделать? Ну, нет, просто я вижу, что, ну, вам, я так понимаю, часто звонили, то есть, с предложением франшизы. Да я наизусть уже вас всех знаю, говорю, у вас голос у всех одинаковый. Я поэтому, поэтому, как бы, с вами уже разговариваю, как, ну, как с родственниками, как вот, я не знаю. Да, как свой, свой, знаете, да? Да, да, да. Давайте конкретно договорчик мне на WhatsApp, все гарантии, которые там вы прописали, я читаю, если они совпадают с вашими словами, заключаем договор, я вношу денюжку, и поехали работать. Слушайте, ну, само собой, вы это уже с экспертом будете обсуждать, а не со мной, так что давайте так, сейчас заявку эксперту направлю, мой коллега завтра с вами свяжется, вы уже на удобное время будете сейчас сфертируйте, прошу. Давайте сегодня, сегодня, завтра я могу быть занят, сейчас я немножечко свободен. Он может сейчас мне со мной связаться? Ну, окей, не вопрос, если хотите, сейчас я передам тогда заявку. Ну, да, сейчас, чтобы я уже начал, раз уже я уже на компьютере открыл, про это, Ромодора, Роял, или Помодора, ну, короче, чтобы уже обсудить вот это дело. Почему в городе Мурманске она закрылась? Да, слушайте, как раз-таки, этот вопрос сейчас в комментарии пропишу, уже более подробно с экспертом будете обсуждать, потому что он более подробно посмотрит, что там случилось как раз-таки с этим партнером, уже конкретно вас ориентирует, хорошо? Хорошо. Все, на связи тогда, надеюсь, с дальнейшим мы станем партнерами, Владимир. Желаю вам хорошего дня, всего доброго. Хорошо, спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова